Купить пучок петрушки с асфальта или в торговом павильоне каждый решает сам. Но спрос, как известно, рождает предложение. Поэтому до сих пор в Сочи процветает уличная торговля. Здравствуйте. Участовый. Документы у вас? Бабушки старые. Какие документы? Старушки. 80 лет нам. Чаще всего зеленью торгуют пенсионеры. В профилактической беседе признаются, что пытаются заработать на жизнь. Но от кто им доставляет саптовок сюда товар, не говорят. Собирает молча в пакеты все, что еще не продали, чтобы через пару часов вновь здесь разложиться. Не на прилавке социальных рядов, где для них выделены бесплатные места, а опять на тротуаре вблизи центрального рынка, где, конечно же, большая проходимость. Рейд связан непосредственно, чтобы этих людей понудить, уйти. Какие-то социально-торговые ряды, либо какие-то коммерческие площадки, отведенные в городе, предостаточно для торговли. Просто, скажем, они находятся не в такой проходимости, как люди на проходе торгуют петрушкой, укропом и всем чем угодно. Те, кто занимается уличной торговлей, хорошо знают, что торговать здесь нельзя. Знали, видимо, сегодня о том, что будет проверка. Не стали уносить товар, упаковали его под полиэтилен, сами отошли в сторонку. Хотя многим из них уже не раз были выписаны административные штрафы. Их не оплачивают, копят. В итоге следующим наказанием может стать административный арест сроком на 15 суток. Иногда в квартиры стучат и судебные приставы. Но вот соблазн свободной торговли не с прилавка. Без уплаты налогов и разрешительных документов, как своего рода наркотик. Сейчас сотрудник вам выпишет уведомление, и тогда вы будете обязаны явкой. На определенный день, на определенное число. Другие платят штрафы и все равно занимаются уличной торговлей. Но в преддверии мундиали и курортного сезона рейды станут проводить чаще, обещают инспекторы. А значит выгода таких продавцов будет сведена на нет. И лучше уже сейчас занять законный прилавок на рынке, причем бесплатный для пенсионеров.